День России в космосе, дефиле яхт и утиные истории в Благовещенске. Эти и другие публикации, которые вы лайкали и комментировали в социальных сетях. В эфире область в сети и я, Иван Сюмак. Здравствуйте! И начнем выпуск с одного из важных государственных праздников. Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта Международной космической станции поздравили жителей нашей страны с Днем России. Публикация в телеграм-канале Амурского областного телевидения набрала более 2000 просмотров. Космонавты напомнили, как много для Родины сделали предыдущие поколения и что страна крепла благодаря солидарности и самоотверженному труду миллионов людей. Праздникам всех вас! Слава России! А в Белогорске отмечали День города. Праздник провели на открытой площадке впервые за два года. Концерт, посвященный 162-летию, прошел на Центральной площади. Горожан развлекали фолк и кавер-группы. Местный парк отдыха был открыт до часу ночи. Погрузиться в атмосферу этого праздника подписчикам АУТВ помог ролик, у которого более 3000 просмотров. Продолжаем радовать вас яркими публикациями. Высокая мода – это всегда эффектно. Однако, когда в дефиле участвуют светящиеся яхты, незабываемо. Публикация в местном телеграм-канале с необычным показом мод набрала 12 тысяч просмотров. Яхтсмены из Комсомольска на Амуре организовали люксовую демонстрацию для горожан. Судно оборудовали фонарями, лучи направили на паруса. Особый восторг подписчики выражали в комментариях. Очень красиво! Завораживает! От пищи духовной к пищи телесной тындинский квас теперь будут производить не только в Преамурье, но и в Хабаровске. Амурское предприятие расширило производство, открыло филиал в соседнем регионе. Новый цех удалось запустить благодаря господдержке. Помимо этого, освежающий напиток будут поставлять в Китай. Предприятие уже зарегистрировало свой товарный знак в соседнем государстве и ведет деловую переписку с бизнес-партнерами. Компания производит натуральный хлебный квас. Его выдерживают на сухарях, которые пекут по особому рецепту. День открытия Международного моста через Амур также отметили в прямом смысле феерично. Праздничный салют запустили с баржи в районе Площади Победы. И, по мнению многих, он не уступил по зрелищности тому, который мы видели в день города Благовещенска. В одном из амурских телеграм-каналов ролик красочного шоу набрал сотни просмотров. Кстати, по сообщению губернатора Василия Орлова, проезд по новой переправе будет бесплатным до августа. За три дня мост пересекли 15 грузовиков. В планах пропуск 190 транспортных средств, как отмечают специалисты, открытие трансграничного моста окажет серьезное влияние на развитие торгово-экономических связей между Россией и Китаем. И в завершении программы утиная история. Несколько птиц попали в объектив камер Благовещенцев, маму утку и все ее многочисленное семейство заметили в микрорайоне на Игнатиевском шоссе 14-1. Пернатые прогуливались по траве и явно куда-то спешили. У видео более 6000 просмотров. Если вы стали свидетелем чего-то необычного, не забудьте поделиться, отправляйте фото и видео на наш рабочий номер WhatsApp 8 914 596 4040. И возможно увидите свои кадры в следующем выпуске. У меня на этом все. До встречи в эфире и в сети.